Мы сразу переходим к чтению Слова Господня. Знаю, что ваши сердца открыты, и к вашим открытым сердцам откройте ваши Библии. Я буду читать из книги пророка Иеремии. Биография пророка Иеремии, она очень интересна и уникальна. Это один из пророков, который, из больших, кстати, пророков, наряду с тремя пророками, большими Ветхого Завета, который начал свое служение в 15 лет. И он пророчествовал 45 лет. До 60 лет он пророчествовал. Изучающие, читающие Слово Божие, вы знаете, чем сопровождалась жизнь и автобиография этого чудесного пророка. 45 лет он говорил о разрушении Иерусалима. Вдумайтесь, не 4 месяца, не 4 недели, даже не 4 года. 45 длинных лет он говорил, за преступление народа Господь наведет бедствие на этот народ. И он предупреждал Израиль многократно и многообразно. Он иллюстрировал чудесные картины того, что постигнет Божий народ, некогда избранный, обетованный народ, за богоотступничество. Итак, к слову. Кстати, если что-то из сегодня услышанного не касается вас, оно может касаться тех, которые нас смотрят онлайн. Я попрошу взять эту проповедь своим помощникам и поставить ее также на наше служение в 11 миллионов домов, там, где вещает наш телеканал. Поэтому, если чего-то из слова вас не касается, оно коснется кого-то. И мне, братья-служители, оговорили, что смотрят нас так же пастыря в разных других штатах. И так, к слову. 18 глава книга Иеремии. Говорит Господь. 7 стиха. «Иногда я скажу о каком-либо народе и царстве, что искореню, сокрушу и погублю его. Но если народ этот, на который я это нарек, обратиться от своих злых дел, я отлагаю то зло, которое помыслил сделать ему. А иногда скажу о каком-либо народе и царстве, что устрою и утвержу его. Но если он будет делать злое пред очами моими и не слушаться голоса моего, я отменю то добро, которым хотел облагодетельствовать его. И так скажите мужам Иуды и жителям Иерусалима». Обратите внимание. Господь говорит. «И так скажите Иуде и жителям Иерусалима». Иерусалима. Казалось бы, Господь ограничил тех, кому он обращал это слово. Но нет. Читаем дальше. «И так скажи мужам Иуды и жителям Иерусалима. Так говорит Господь. Вот я готовлю вам зло и замышляю против вас. И так обратитесь каждый от злого пути своего и исправьте пути ваши и поступки ваши. Но они говорят «Не надейся, мы будем жить по своим помыслам и будем поступать каждый по упорству злого своего сердца». Потому, так говорит Господь, уже не Иуды, не для Иерусалима, но так говорит Господь, «Спросите между народами». Господь обратился не к одному Иуды, к колену Иуды, не к одному городу Иерусалима, не к израильскому народу, но в лице Иеремии пророка Господь обратился ко всем. Смотрите. «Поэтому так говорит Господь, спросите между народами, слыхал ли кто подобное этому? Крайние гнусные дела». Бывало ли вам, друзья, задавали ли вам вопрос, в какую церковь вы ходите? Я более чем уверен, что задавали. Возможно, частью моей темы сегодня, ну, моей беседы, это будет обширное слово, обширно, но в 30 минут я с Божьей помощью постараюсь уложиться. Бывало ли, что вам задавали вопрос, в какую церковь вы ходите? Буквально две недели назад в Калифорнии находясь, моя младшая сестра говорит, «Юра, я имел интересный экспириенс, то есть интересную встречу и интересный разговор». Я говорю, в чем интерес? Она говорит, «По своей работе я встретил одну семью, молодую семью, молодую пару. Мы решили свои дела, решили вопросы, и я, обратившись к ним, говорю, «А, кстати, в какую из церквей города Сакраменто вы ходите?» Говорит, я увидела какое-то смущение в реакции молодой пары на мой вопрос. И жена так потрогала локтем своего мужа, говорит, «Скажи ты». А муж отреагировал, «Ну-ну, ну ты скажи». И как-то очень смущенно она ответила полушепотом, «Мы ходим в консервативную церковь». В ваших устах когда-либо был такой ответ на поставленный вам вопрос или нет? Ну, был такой или нет, что вы ходите в консервативную церковь? Вижу, некоторые кивают, что был. Ходить в консервативную церковь... Я имею хорошую новость сегодня. Ходить в консервативную церковь – это не ваш минус, это ваш плюс. Это не минус, это большой плюс. Что было прошлым воскресеньем? Что это было? А брат сегодня говорил, вспоминал. Что было в прошлое воскресенье? В прошлое воскресенье в этом многолюдном... 1700 человек было собрано. В многолюдном собрании знаете, что мы делали? Мы нашими устами и мы нашим сердцем отдавали Богу то место, которое по праву принадлежит только Ему. повторюсь. В нашем богослужении, в поклонении Господу пением, нашими молитвами, нашими приношениями, нашими пожертвованиями, нашим присутствием и нашим Богопочитанием на этом месте мы отдавали Богу, Творцу всего видимого и невидимого только то место во всей вселенной, которое может принадлежить только Ему и никому, кроме Него. И весь народ сказал, Он имеет самую высшую позицию во вселенной. Выше Него нет. Поэтому мы, как Его творение, мы отдавали Ему. Мы отдавали Ему наше Богопочитание. Отдавали Ему свою любовь. Но глубокому сожалению и великому прискорбию, друзья мои, общество, в котором мы находимся, оно идет не туда. Оно идет далеко не туда. Мы живем в период, и об этом говорит Дух Святой многократно и многообразно, и через пророческое изречение на этом месте, и через уста проповедников и служителей, что мы живем очень тревожное время. Апостол Павел говорит, знай же юному Тимофею, что последние дни наступят времена тяжкие. Расширенный английский перевод говорит, времена опасные. То есть опасные времена. И утверждать и доказывать вам нет необходимости. Вы прекрасно знаете, в какое время, в какой период истории христианства мы живем. И поэтому читающее слово, знаете, знаменитый, самый знаменитый, цитируемый нами первый псалом Давида, 22-й псалом, 91-й, 90-й псалом, ряд псалмов. И вот первый псалом, блажен муж, который не ходит, не стоит и не сидит. В чем блаженство? В том, чтобы не ходить, не стоять и не сидеть. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. Знаете ли вы, что падение человека, личности, которое бывает, духовное падение, оно не случается overnight, оно не случается вдруг. Говорят, упал. Точно таким образом падение и отступление нации от Бога, оно не случайно, оно не случается overnight. Израильский народ служил Господу. К примеру, церковь новозаветная служила Господу. И потом, через 24 часа, что-то произошло. Отступили от Бога. Да нет же. До того, пока придет падение человеку или духовное падение семьи, которая, видите ли, перестала служить Богу. Перестала. Пришло какое-то охлаждение, отсутствие первой любви. Ни с того, ни с сего перестало. Или человек, говорят, в блуд упал. Слышали вы такое выражение? Как это так? Упал в блуд. Ну, это вас не касается. Это касается, возможно, если Дух Святой вложил мне в эти уст, это слово в уст, кого-то онлайн. Кого-то онлайн. Или на спутниковом телевидении. В блуд упал. Ну, не бывает овернайт. Были какие-то предпосылки, были какие-то предпосылки, которые привели, как следствие, к тому, что человек согрешил. Точно таким образом и нация начиналась у израильского народа с небольшого богатступничества, маленького, такого незначительного. Оно такого маленького. Оно такого незаметного на первый взгляд. Ну, больших то грехов, то не делали. А потом смотришь, и к концу, после того, как Вавилон пришел и взял этот Иерусалим, о чем говорит, и много пророчествовал Иеремия, и не только, Иезекииль так же. И Исаия говорил об этом. И увел в плен на целых 70 лет. Но Господь предупреждал многократно, много брата. Говорил, он говорил, 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 точно таким образом, каким Дух Святой говорит сейчас. Точно таким образом, когда Дух Святой говорил, ну, для Церкви последних дней, даже в этом обществе, в американском обществе. Я никогда не забуду, знаете, проповедника Билли Грейма, который, вдумайтесь, в 57-м году, подумайте, 57-й год, это сколько лет назад? А ну-ка, математики, геометрики. Это прошло, это прошло, ну, это почти, ну да, ну вы прекрасно знаете, вы лучше математики, чем я. 57-й год, когда Америка была благочестивая страна. Да мы в 90-м году, при 89-м, да это не та Америка, так вот он в 57-м году, мне архив попал, он проповедовал на Таймс-сквер, и он, было собрано множество народа, там сидели сзади сенаторы, конгрессмены сидели, сидел губернатор штата Нью-Йорк, мэр города Нью-Йорка, и он говорил следующие слова, и это так мне затронул, говорит, наша нация отступила от Бога, Бог накажет эту нацию, и так он, знаете, как Билли Грейм проповедил, пламенно говорил, так ярко говорил, убедительно говорил, и эти все сатрапы сидят сзади, слушают и кивают головой, он говорил, ну, он говорил минут 30, но некоторые выдержки из речи, они сфотографированы в моей памяти, Господь накажет эту нацию, Господь уберет благоволение, руку благодейщую над... И я слушаю, смотри, 57-й год, церкви были переполнены в Америке, да если кто-то развод имел в Америке в 50-х, 60-х, даже в 70-х годах один развод, да это порицалось всем обществом, общество настолько было консервативно, настолько было консервативно, библейски консервативно, что и в мыслях не было о разводе, его сын в прошлом году, его сын, это я так связал, это я для проповеди увязал, его сын Франклин Грэм, который возглавил после смерти отца, сказал следующее, да я тоже это хорошо запомнил, сказал так, что осталось очень мало времени для Америки до того, как Бог накажет Америку и гнев Божий будет изливаться на эту страну, а ему задали вопрос, почему? Он говорит, либерализм очень сильно оккупировал, начал перечислять систему образования, социальные сферы, политическую сферу, все общество, оно погрязло в грехах, это его слова, 60 лет спустя, и это разворачивается сегодня на ваших и на моих глазах. Вы помните, что Господи, слава тебе, мне пришло это на мысль в 8 главе книги Исход, перед тем, как Фаарон отпустил свой народ, по-моему, 22 стих в 8 главе, Фаарон, обратившись, уже идут казни, идет Господне наказание на египетскую землю. Господь сказал через Моисея, отпусти народ, let my people go, let my people go, и сокращая, Фаарон говорит, я отпущу вас, принести жертву Богу вашему, сделать жертвоприношение дословно. Только не уходите далеко, вдумайтесь, это в 8 главе, только не уходите далеко, ну а в 10 главе, там вторым говорит, отпущу вас, это второе было. Первый раз он дал добро, говорит, уйдите, идите, приносите жертву Богу вашему, но недалеко. Второе, он сказал, говорит, вы можете идти, но только имущество ваше оставьте, пусть остается мелкий, крупный, рогатый скоб, а вы идите, то есть ваше имущество, ваше благосостояние останется мне, но вы идите, принесите жертву Богу своему. И третье, когда он сказал, идите, это тоже в 10 главе, книги Исход, читающие слово знают, он говорит, ну идите, ну зачем вам идти с детьми? Это целая длинная проповедь для следующей проповеди, для следующего раза, но не уходите далеко, самое первое, что фараон попросил израильский народ. Насколько далеко в нашем консерватизме мы готовы уйти? Такой вопрос на злобу дня. Насколько далеко в нашем консерватизме мы готовы уйти? Насколько в личном, в личностном, индивидуальном служении Богу, в своем консерватизме я готов уйти в служении Богу? Как семья, как церковь, как общество? Бог провел черту, Бог провел определенную грань, Бог сделал водораздел и сказал это для нашего же блага. Вот до этого, до этой черты вы можете идти, а дальше вы не перейдете. Это заповеди, это обетование, это закон для нас, это слово Божие. Насколько далеко в нашем консерватизме, в нашем, простите, фанатизме, если хотите. Мы готовы уйти в служение Богу. Слышали вы когда-нибудь, да это фанатик, или она, да она фанатичка, да вы смотрите, как она одевается. Да смотрите, ну, ну, это же мир-то современный, мы живем в век модерна. Мы с женой в прошлом месяце были на браку в одном из штатов. Мы были приглашены, приняли приглашение, хотя открою вам секрет, что ну, у нас как-то такой устой с женой, что лучше быть в доме плача, в доме плача. Как-то оно уже много лет у нас так ведется, но тем не менее, когда приглашают, мы идем на похоро, то есть на бракосочетание. Я говорю не лгус и свидетельствует во мне Дух Святой в моих устах. Мы не знали, куда мы попали. Или мы попали на представление в Голливуде, или мы попали на бракосочетание христиан веры евангельской. Мы не знали, куда деть глаза. Но это не о вас, это не о вас, это о них. Насколько далеко мы готовы идти в служение Богу? Фарон говорит, не уходите далеко, вращайтесь в зоне влияния, в зоне сферы Египта. А вы разумные, братья и сестры, вы понимаете, что сфера влияния, область влияния Египта, это мир и похоть его. Это дьявол, это этот мир. Это этот мир с его страстями, похотями, с его мерзостями, нечистотами. Послушайте меня. Вы, вы, братики и сестрички, те, которые здесь, на балконе, те, которые сзади, служители, вы являетесь с той силою, которая сдерживает, еще сдерживает попытки дьявола и сатаны совершенно испортить эту землю. Вы. Не кто-то, там, ну, это кто-то там, это они, это вы. Вы являетесь солью земли. Вы являетесь светом миру. Вы. Вы. Если бы не вы, да скажет Израиль, да скажет Израиль, это вы являетесь, это ваши семьи являются, это ваши дети являются, и если ты настолько далеко ушел из Египта, в твоем богопочитании, в благоввении, блажен ты, блажена семья. Блажен тот, который не ходит, не стоит и не сидит. Знаете, дьявол, он хитер, кто-то говорил из братья, помню, служителей, говорит, Юра, дьявол, он мудрый. Я говорю, он не мудрый, но он говорит, в смысле, хитрый. Я говорю, вот точнее, характеристика дьявола, он хитрый, мудрость от Бога, а хитрость от дьявола. Он хитер. Он знает, что если он, если мы сдадим позиции нашего консерватизма на одну пять, на один метр, он отхватит потом целый километр. Вы со мной, братья и сестры? Да. Если мы ему позволим, если мы позволим положить руку, ну, положить руку, он потом отхватит локоть, а потом руку отхватит, а потом украсть, убить и погубить. Это его цель. Насколько мы готовы в нашем консерватизме идти в служение Богу? Это касается всех сфер. Консерватизм, друзья, я сознательно не углубляюсь в интерпретацию слова либерализм, консерватизм. Я не буду, я не буду, ну, мучить вас этими терминологами, оно ни к чему. Знаете, что такое консерватизм? По-простому. Без всяких лишних, там, замудренных философий. Консерватизм это жизнь по Писанию. Старого и Нового Завета. Старого и Нового Завета. И не убавить, и не прибавить. Вот если и живем по Писанию, значит, мы консерваторы. И это не нам минус, это нам в плюс. Это нам во что? В плюс, конечно. 22-я знаменитая притча. Кто не знает? 22-я. Предпоследний стих, кстати. Можете проверить. Предпоследний. Не передвигай межи давней, которую провели кто? Отцы. Но как бы не хотелось, я когда начал беседовать с одними молодыми людьми, они так кивнули между собой, переглянулись. Юрий Михайлович, стареешь? Я говорю, ну как стареешь? Ну почему я старею? Отчего? Нет, я не старею. Вчера в служении у нас общение было в одной из церквей почти до 12 ночи. И я поднял эту Библию и говорю, кстати, это было 30-летие нашей церкви. Ну, в Эверете там, которую мы начинали. И говорю, знаете что? 30 лет назад, мне 30 лет назад, и я не планировал этого, 30 лет назад мне эту Библию, эту древнюю Библию подарили Ольга Заиченко. Это та семья, которая издает публикацию «Вестник пришествия» Давида Вилькерсона. Попадало вам когда-нибудь это? Попадало, да. И я как сейчас помню. Оля подошла ко мне и говорит, брат Юра, говорит, я хочу сделать подарок. Я говорю, какой? И она достает эту Библию и говорит, это подарок от нашего служения. Я ценю и дорожу этой древней. Она древняя, она уже потрепанная. И вы смотрите, так вижу, передние смотрят, ну, неужели у тебя... в меня в офисе десятки новых Библий с золотыми переплетами, с крестами подарочных. Ну, десятки, очень много. За 30 лет служения надарили вот так. Ну, вот это самое ценное моему сердцу. Самое дорогое. Самое дорогое. Если бы братья позволили, я бы поцеловал его при вас. То, что она старая, то, что она древняя, то, что консерватизм ваш древний не говорит о том, что он плохой. Говорит, наоборот, о том, что он хороший, он правильный, он проверенный и ему можно доверять. Аллилуйя. Аллилуйя. Я знаю, что, я знаю, я знаю, и не только вы в своих руках держите такое же Писание, ну, подобное Писание, и вы цените этим, вы дорожите этим. Вот это настоящий консерватизм во всех его формах и проявлениях. Вот когда живешь по этому, поступаешь по этому, дышишь этим, говоришь об этом, ты настоящий консерватор. Да поможет тебе и мне Господь. А там же в другой главе Иеремия Господь говорит, вспомните о путях древних. То есть Господь постоянно возвращает, постоянно возвращает, а почему Господь в исход написано. Моисею на горе Синая говорит, Моисей обратился к Моисею. Смотри, Моисей, там ударение сделал, смотри, Моисей, сделай скинию точно по образцу моему, который показан тебе на горе. Это дословно. Почему Господу так было, почему ему так устроение созидания церкви во всех тонкостях и форма одежды должна быть соответствующая, и все строения, и размеры, ну все настолько скрупулезно, настолько точно, настолько ответственно должны были подходить. Смотри, Моисей, сделай строго по образцу. Это устроение церкви. Вот это настоящий консерватизм. И когда мы влево или вправо уходим, друзья, мы терпим очень серьезный урон. Очень серьезный урон. Если это тема обличения, строго меня не судите, это не для вас, это для тех, которые онлайн, и для импакта. Thank you, Jesus. Есть очень интересное место, очень интересное. Книга Неемии. Книга Неемии. Третья глава. Вижу, ваши сердца открыты. К вашим открытым сердцам откройте также ваши Библии. Книга Неемии, она повествует, особенно третья глава, читающая слово, изучающая, она повествует о том, как через Неемию Господь начал отстраивать Иерусалим разрушенный, Иерусалимские стены. И вот представьте себе, горсточка евреев, которых Неемия, Ездра ему книжный помогал, упросили у Артаксеркса, они упросили письма к областеначальникам, Неемия был назначен старшим над ними, для того, чтобы они возвратились из плена, да, и начали отстраивать стену Иерусалимскую. И вот эта горсточка людей в течение двух месяцев, если я не ошибаюсь, в течение двух месяцев они построили две мили стены, и эта стена простояла пятьсот лет. Вдумайтесь, за два месяца две мили построили длинной стены, и она простояла пятьсот лет. Настолько они усердствовали в служении Богу. И третья глава очень интересная. И встал Елия Шив, великий священник, и братья его священники, и построили овечьи ворота. Было отстроено восемь ворот. Подумайте, восемь ворот. Овечьи ворота построены были, потом водяные ворота, потом третьи были построены, отстроены, старые ворота. Затем были, знаете, какие построены? Были навозные ворота. Навозные ворота. Затем были построены, знаете, восточные, ворота источника были построены, ворота долины были построены, затем водяные ворота тоже, рыбные, овечьи. Вот это иллюстрация того, что или чем должна сегодня заниматься церковь последнего времени. Первое. Были отстроены овечьи ворота. О чем это говорит? О нашем взаимоотношении. Мы овцы его двора. Второе. Рыбные. О чем? Это евангелизация. Это проповедь Евангелия. Это то, чем вы занимаетесь. То, чем занимается молодежь. На миссионерских полях. Третье. Старые ворота. А это уже о консерватизме. Ну зачем? Ну, Господь творит все новое. Ну, более живое. Давай, вот более такое. Прогрессивное. Модерное более. Но нет. Старые. Чинили. Подле чинили. Каждая семья Около своего дома чинила. Старые ворота. Так, Господь благоволит К нашему консерватизму, Если духом святым Неемии положил на сердце При отстраивании Иерусалима И Стены Иерусалима. В начале отстроить Старые ворота. А затем Идет Ворота долины. Тоже должны отстроены быть. Ряд из вас в долинах Находится. Вряд. Может быть. Долина смертной тени. Кто-то в Даниле Одиночества находится. Кто-то в долине плача. По ушедшим Ну, скоропостижно. Вашим родным или близким. И в церкви Дух Святой В церкви последнего времени Дух Святой Он отстраивает Ворота долины. Ворота долины. Это некая модель Новозаветной церкви. Чем Дух Святой Занимается Сегодня. Затем идет Ворота источника. А это источник Духа Святого. Затем Очень быстро говорю Затем Водяные ворота Это Живое Слово. Вода. Это вода. Вода. Это живое Слово. Это вода. Вода жизни. Источник жизни. Это живое Слово. Аллилуйя. Поэтому, Братья и сестры, Я обращаюсь К молодому поколению. Тут, так скажем, До сорока. Цените тем, Что вы получили От ваших родителей. Цените, Дорожите этим. Все пройдет. Молодость пройдет. Год пройдет. Десять пройдет. Like that. Пройдет очень быстро. А то, Что вложено, Вложено, Посеяно, Инвестировано, Инвестировано Вашими родителями, Вашими дедушками, Вашими бабушками, В вас. Инвестировано. Оно никогда не пройдет. Оно будет, Оно будет закорбовано, По-украински. Оно будет, Знаете, Заложено настолько глубоко, Что никакие, Ни ветра учения, Никакие демоны, Никакие, Никакие грехи, Никакие влияния этого мира, Этого общества, Оно не сможет поколебать Вашу непоколебимую веру. Аллилуйя. Мы встанем и коротко совершим молитву. Давайте, братья, Совершим молитву. Мое время истекло. Господи, я благодарю Тебя, Господь. Я благодарю и славлю Тебя За этот прекрасный, Прекрасный воскресный день. Мы в благоговении, В почитании Твоего великого имени. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон.